привет друзья сегодня 8 декабря на улице минус 5 года просто шепчет сегодня у меня такой план покататься посмотрим что с этого получится пар изо рта да видно ну что ж будем заводить тогда нсшку стоит она уже выражая не заводится два месяца примерно сейчас посмотрим как она заведется на морозе минус 5 на улице да ну что давайте попробуем ну что поехали кататься а а я не чувствую кончиком пальцев Тихо, 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 не кусай меня, Лёв. Не знаю, клево так по лесу поездить, конечно, мне нравится, если бы только еще холод выключили бы, было бы вообще замечательно. Блин, какой кайф. Ну что, я думаю, тут хорошее место, сейчас сделать обзор. О, прекрасно. Ааа, холодно. О, кошмар. Блин, как же холодно. Сейчас я руки отогрею, возьму телефон и сниму видос. Ну что ж, прошло минут 10, руки вроде немножко отогрелись. Давайте начнем обзор спереду мотоцикла. Смотрите, вот крыло мотоцикла. Переднее крыло. Я поставил сюда вот такой вот удлинитель крыла, заказал его с Китая. Вот этот вот, именно вот этот вот пластик. Так, где тут фокус? Ага. Вот этот вот пластик именно заказал. Вот такой вот он. А к нему приделал вот такую вот резиночку. Она у меня, кстати, раньше стояла, я просто ее приделал теперь к нему туда. И теперь он у меня чуть-чуть длиннее. Соответственно, лучше защищает от всяких камушков, которые вылетают, от грязи, которая будет липнуть на картер. В общем, красота. Дальше идем. Дуги безопасности. Дуги я брал в Харькове. Я об этом уже говорил в своих прошлых видео. Заказывал дуги, сам устанавливал. Хорошие дуги, мне нравятся. Вот таким вот образом они крепятся. Такие вот, ну как, не таким вот образом, конечно, они крепятся. Они крепятся вот туда, к раме. Вот, где двигатель крепится, вот туда они крепятся, к раме. Вот болт. И вот так вот оно все выглядит. Второе крепление крепится вот сюда куда-то. И вот тут они соединяются между собой. В принципе, все просто. Можно за полдня, за день поставить не спеша. Дальше. Так, что я тут по списку наготовил? Итак, держатель для телефона. Держатель для телефона у меня и шел вместе с мотоциклом, еще когда я его покупал. Вот такой вот он. Может кому понадобится, показываю. Со мной ездит он постоянно. С ним проблем нет. Отличный держатель. Фирма. В общем, вот так вот он называется. Отличный держатель. Зарядная. Зарядная у меня вот таким вот образом устроена. Это такой обычный USB зарядник на 5 вольт соединенный. Соединенный. Сейчас он разъединенный. Вот так вот он соединяется. В общем. Оп. И все. И сюда можно вставлять различные гаджеты, зарядки и все такое прочее. Дальше бы хотелось бы отметить. В этом году взял 3D-сетку на сиденье. Вот такая вот она. Такая вот ее структура. Так вот она выглядит. Это такое вот сплетение синтетического материала. Такая как в форме сетки. Она делает такую прослойку между пятой точкой и сиденьем. Но скажу по опыту. Я на ней съездил в Карпаты. Мне понравилась. В принципе усталость примерно в два раза меньше, чем без нее. То есть комфортней. Можно ставить. Зачет. Рекомендую. Заказывайте на Алиэкспресс. Примерно 16 долларов это будет стоить. Она легко ставится на заднее сиденье и сюда на переднее. Такими вот снизу такие липучки. Очень все просто ставится. Легко. Все можно самим поставить. Далее. Багажная система. У меня багажная система также заказывал в Харькове. У человека есть сайт. Я также в прошлых видео рассказывал. И там есть ссылки, где можно заказать данную багажную систему. В принципе их сейчас много. Можно заказать у различных людей. Но я заказал там. Мне почему-то понравилась такая вот. Я попросил у него еще поставить вот такую вот дополнительную перегородку. Как бы не знаю зачем. Но на всякий случай может быть что-нибудь к ней прикрепить. Или завязать. В общем как по мне лучше с ней, чем без нее. Вот такая вот система крепежа. Вот такие вот пимпочки. На них ставится кофр. Вот так вот. Я наверное в гараже покажу более детально. Вот так вот надевается. Раз. И второе крепление на кофре вот так вот надевается. А вот в одну из этих дырочек. Там я покажу. Там вставляется болт. И просто прижимает его. И получается кофр держится. Центральный кофр. Вот Мамай. Замечательный кофр. Можно ставить. Рекомендую. Отличный. Крепится он также вот на таких штуках. Эти отверстия сам просверлил. Такое знаете как на стену вешаются всякие такие штуки. Вот здесь дырочка больше. Здесь дырочка меньше. И он просто так вот напрыгивает на него. Туда всаживается. И все. И на месте. Сколько проездил. Проблем тоже с ним нет. Вот так вот он выглядит. Крепеж. То есть вставляется вот сюда. И вот сюда защелкивается. И третье крепление. Вот так вот выглядит. Там просто болт и такая вертушечка. Нажимается и держится. Вот так вот он держится. А вот так вот он держится снаружи. Очень надежное крепление получилось. Никаких проблем. Все всегда держится. что я на нем только не возил. Все прекрасно. Держится никуда. Не вылетает и не соскакивает. Дальше хочу сказать про масло которое я меняю. Масло у меня. Масло я пользую Матюль. Матюль 7100 10В40. Хорошее масло. Отлично. Всегда его заливал. На тахометре уже 60... По-моему 6 или 67 тысяч километров пробега. Брал я мотоцикл когда здесь было 23 и 23 600 пробег. То есть наездил я на нем уже примерно сколько? 40... Да больше 40 тысяч. Проблем никаких с мотоциклом нет. Мотоцикл отличный. Дальше у нас про воздухофильтр. Воздухофильтр был здесь. Хондовский стоял. Оригинальный. Я уже по-моему 2 или 3 поменял. Ставлю Хифло. Воздухофильтр модель. Не помню как называется. Но стандартный. Хифло замена оригинальному. Тоже отлично ходит. Никаких проблем. Про него тоже не могу сказать. Так стоп. Вот эту штуку надо наверное снять. Так. Что дальше хотел сказать. Замена охлаждайки. По мануалу пишут что охлаждайку надо менять каждые 2 или 3 года. Я ее один раз заменил. Наверное не стоило этого делать. Потому что я регулировал клапана и слил охлаждайку. Он думал заодно и заменил ее. На вид она была абсолютно свежая. Я не думаю что был большой смысл ее менять на новую. Такое выкинутые деньги называется. Ну если хотите меняйте. Раз в 2 года. Ну я не рекомендую. Регулировка клапанов. Регулировка клапанов. Насчет клапанов. Смотрите. Пробег сейчас 66 или 67 тысяч. За 40 с лишним тысяч что я на нем езжу. Я регулировал клапана. По моему дважды. По мануалу написано каждые 12 тысяч. Их нужно регулировать. А я регулировал. Ну да. Я регулировал сначала каждые 12. Потом понял что нет смысла этого делать. И понял что наверное каждые 24-25 тысяч можно не порегулировать. А посмотреть что есть с ними. Потому как я два раза регулировал. В принципе все клапаны в норме. Плюс-минус 2 сотки. Было это в пределах нормы. По мануалу там если открыть почитать. Там по моему 0.17 должен быть зазор. И 0.19. Не помню. Чтоб не сбрыхать. Сами посмотрите. Но было в пределах нормы. Тем не менее. Стоит заглянуть. Мало ли. Как говорится. Чтобы спокойно ездить. В интернете есть английские видео. Или на японском или на китайском языке. В общем есть такой обзорчик человек делал. Я по нему регулировал клапана. Ссылки оставлю в описании под видео. Давайте немножко ракурс поменяем. Так. Что еще хотел сказать насчет клапанов. Их легко отрегулировать. В принципе ничего сложного нет. Сейчас попробую быстренько показать что для этого надо сделать. По памяти если я не ошибусь конечно. Но примерно нужно сделать следующее. Так. Первым делом откручивается радиатор. Снимается вот эта вот шлангочка. Ну как снимается. Просто откручивается вот этот вот болтик. Снимается. Выливается охлаждайка. Снимается радиатор. Он крепится вот на одном болту. Вот здесь. Вот тут. Один болт. Вот здесь. И второй болт. Вот здесь. Вот внизу вот этот вот хомутик держит. И все. Он снимается. Легко и просто. После того как он снят. И открывается доступ до верхней крышки клапанов. И там уже по инструкции все в принципе просто делается. Главное делать все последовательно. Не спеша. И аккуратно. Еще кстати нужно купить набор щупов измерительных. Чтобы правильно отрегулировать. Он необходим. Он недорого стоит. Ну в принципе все. Насчет цепи. Да. Еще кстати. Насчет цепи и звезд. Цепь у меня проходила. Оригинальная цепь. Проходила 60 с лишним тысяч. Это сейчас я поставил новую. Вот такая вот. Новая цепь. ДИТ 525 у меня стоит. То есть увеличенная. В стандартной комплектации идет по моему 520 если я не ошибаюсь. Но 525. Соответственно 525 звезды. Это все дело конечно с этой цепью. Выглядит намного надежней. Цепь отличная. Никаких проблем. Главное ее смазывать периодически. Не так как у меня сейчас. Но я обязательно этот момент исправлю. Цепь проходила 60 тысяч оригинальная. Я ее смазывал каждые там 500 тысяч километров или после дождя. Все отлично. Скажем так. Никаких проблем. Насчет амортизатора. Амортизатор кстати у меня потек. После прошлого дальняка. Пришлось искать ему замену. Вот нашел амортизатор бэушный. Вон там 10 или 12 тысяч пробега. У него сделал вот такой вот чехольчик на него. Сейчас если это будет видно. Снимаю на телефон. Поэтому извините за дрожание камеры. Вот такой вот чехольчик. И он себе ходит в чехольчике. И на него не летит всякая грязь. С под колеса. То есть амортизатор остается чистым. Также на алиэкспресс уже психанул. Купил вот такой вот хагер задний. Он также помогает защитить амортизатор от пыли и грязи. Ну и с ним как-то веселее ездить. Насчет ресурса шины. Ресурс колес. Резину я конечно уже заменил. Я ее два раза уже менял. На заднем колесе. И один раз на переднем. Колесо заднее ходит примерно 22-25 тысяч километров. Ну а переднее примерно в два раза больше. Ну как не в два раза. Но так тысяч наверное 40-45. Скажем так. Ну смотря кто как ездит конечно. Но в моей практике это именно так. Тоже здесь поставил сейчас новую резину переднюю. Pirelli. Мне она нравится. Вот такой вот спонтанный обзор получился. Снят он на телефон. Так скажем в полевых условиях. Но надеюсь информация будет вам полезная. И какие-то нюансы или какие-то важные моменты. Вы подчеркнули из этого видео. А вам спасибо за лайк под этим видео. И до новых приключений. Всем пока. А я поехал домой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok